Всем привет! Сегодня играем в Челябинске. Турнир Блиц. 11 туров. 3 плюс 2. Это у нас второй тур. Первый тур я сыграл в ничью с Ильей Маковеевым, известным юниором. И продолжается у нас тут битва. Разыграл я в Волжске. Да, человек в Волжске не принимает. Б6, Е6. На сей раз другая тут телега. По всей видимости, Е4. Брать надо. Ну и пока Д6. Д6. Слона не будем развивать на главную диагональ. Теория здесь немножко другая. Так. Ну, здесь вот есть один нюанс. Знают ли его белые? Если нет, тогда они могут где-то в вариантах даже остаться без спешки Д5. Да. Пока конь Б6. Но тоже отошли. Ну, пока ладья Б8. Посмотрим. Так. Идет сразу жертва. Ну что, брать похоже надо. Будет давление у белых. Будет компенсация. Но попробуем с этой компенсацией справиться. Конь Б4 хочу. Так. Ну, два слона это уже вообще серьезно. Плюс нюансы с полем Ф3. Никто не отменял. Так. Смотрим. Есть ли тут маты. Матов нет. Пока сюда. И в какой-то редакции нужно пойти Д5. В какой-то редакции нужно пойти Д5. Насколько конь Ж5 опасно. Конь Ж5. Конь Ж6. Нормально. Все-таки у черных еще, я думаю, что неплохое развитие. Ладья А2. Слона С1. Не самые оптимальные позиции для фигур. Но хотя черным тоже предстоит некоторая раскрутка. Ну, есть темповый ход слона Ф4. Тогда, по всей видимости, молодец А8. Хотя могу и поменяться на Д6. Взяли-взяли. Где-то Д4 там проткнул. Слон будет у меня сильный. Давайте попробуем. Слон Ж5. Слон Е7 обратно. Хотя, можно там попробовать попристраиваться. Ферст Е7, Д4 будет на Ф3, на А2 зависать. Тоже есть такая песня. Ну, вот этот клубок немножко напрягает. Но, по ощущениям, ничего не должно здесь белое создать. А поменяв одну из легких фигур, так это уж точно. Так, ну, вот что. Брать или не брать. Я думаю, стоит. И Д4. Б4 может быть ответочка. Тогда, может быть, пока под раскрутиться. Темповая ферст Б6. Зависла на Б3. И теперь как-то, или немножко решаются ресурсы Б4. Белые этого подрыва, что немаловажно. Хочется пойти А5. Хочется пойти Д4. Например, слон А1. Ладья ФЕ8. В черных очень много полезных ходов, которые будут улучшать их позицию. Так, ну, пока ничего такого не вижу. Давайте зададим некоторые вопросы по первой. Ладья ФЕ8. То есть, хочу А5 и Д4. Соперник прикрывает. К Б4 сейчас невозможно. И за ферзь Б4. Так, и вот пошла руда. Пошла руда. Пойду-ка я в ферзь Ж6. И там я сам нападу. То есть, сейчас будет висеть где-то в вариантах мат. И где-то ладья. Да, вот неприятно. Ладья Ж3. Соперник меня явно здесь подловил. Неудачно я сыграл. И теперь не могу никак даже на мат напасть. Да, ферзь Ж6 явно поторопился. Было объективно больше времени. Где-то может даже какое-то вечное нападение соперник может создать. Теперь ферзь Ж5, ладья Ж3. Грубый зевок. Так, а вот если ферзь Ф6 я пойду. Взяли-взяли. Что там, конь Е6. Не совсем, я думаю, это страшно. Надеюсь, ничего не зеваю. Ну, разве что пешку на Ф6. Ну, якобы черные смирились. Здесь у белых появляется активность. Позиция явно запутанная. И черные, конечно, нить потеряли. Давайте посмотрим, что у нас за соперник. Рейтинг Фиде 18-29. Ну, в районе первого разряда. По всей видимости, соперник. Ну, играет прилично. Да, вот этот трюк, конечно, на ладья Ж3. Потерял два хода. Да, соперник выбирает. Синица в руках, видимо. А, он даже съел эту. Ну, это-то совсем грустно. Это совсем грустно. Что сейчас? Сюда. Конь Е6. Ладья Б3. Да. Хм. Так, а, там же ладья защищает. Что же мы делали? Да. Вот, в принципе, девиз этой партии. Ладья по третьей. И будет счастье. Так, ну, наконец-то соперник хоть что-то нам зевнул. Мат по первой. То есть, ладья Фе8. Ключевой ход в партию. Ура. То есть, ладья по третьей не работает. Да, соперник крепкий, но рано или поздно сдался. Супер. Движемся дальше. Продолжение следует.